Глава тридцать третья Горе тебе, опустошитель, который не был опустошаем, и грабитель, которого не грабили. Когда кончишь опустошение, будешь опустошен и ты. Когда прекратишь грабительство, разграбят и тебя. Господи, помилуй нас. На тебя уповаем мы, будь нашою мышцею с раннего утра и спасением нашим во время тесное. От грозного глаза твоего побегут народы, когда восстанешь, рассеются племена. И будут собирать добычу вашу, как собирает гусеница, бросятся на нее, как бросается саранча. Высок Господь, живущий в вышних, он наполнит Сион судом и правдою. И настанут безопасные времена твои, изобилие спасения, мудрости и ведения. Страх Господень будет сокровищем твоим. Вот, сильные их кричат на улицах, послы для мира горько плачут. Опустили дороги, не стало путешествующих. Он нарушил договор, разрушил города. Ни во что ставит людей. Земля сетует, сохнет. Ливан постыжен, увял. Сарон похож стал на пустыню. И обнажены от листьев твоих васан и кормил. Ныне я восстану, говорит Господь. Ныне поднимусь. Ныне вознесусь. Вы, беременны сеном, разродитесь соломою. Дыхание ваше огонь, который пожрет вас. И будут народы, как горящая известь, как срубленный терновник, будут сожжены в огне. Слушайте, дальние, что сделаю я. И вы, ближние, познайте могущество мое. Устрашились грешники на Сионе. Трепет овладел нечестивыми. Кто из нас может жить при огне пожирающем? Кто из нас может жить при вечном пламени? Тот, кто ходит в правде и говорит истину, кто презирает корысть от притеснения, удерживает руки свои от взяток, затыкает уши свои, чтобы не слышать о кровопролитии, и закрывает глаза свои, чтобы не видеть зла. Тот будет обитать на высотах, убежище его — неприступные скалы, хлеб будет дан ему, вода у него не иссякнет. Глаза твои увидят царя в красоте его, узрят землю отдаленную, сердце твое будет только вспоминать об ужасах. Где делавший перепись? Где весивший дань? Где осматривающий башни? Не увидишь более народа свирепого, народа с глухою и невнятной речью, с языком странным, непонятным. Взгляни на Сион, город праздничных собраний наших, глаза твои увидят Иерусалим, жилище мирное, непоколебимую скинию, столпы ее никогда не исторгнутся, и ни одна верфь ее не порвется. Там у нас, великий Господь, будет вместо рек, вместо широких каналов, туда не войдет ни одно весельное судно и не пройдет большой корабль. Ибо Господь судья наш, Господь законодатель наш, Господь царь наш, Он спасет нас. Ослабли веревки твои и не могут удержать мачты и натянуть паруса. Тогда будет большой раздел добычи, так что и хромые пойдут на грабеж, и ни один из жителей не скажет, я болен, народу, живущему там, будут отпущены согрешения. Глава тридцать четвертая Приступите, народы, слушайте и внимайте племена, да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все, рождающиеся на ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость его на все воинство их, Он предал их заклятию, отдал их на заклание, и убитые их будут разбросаны, и от трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их, и истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, И все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядший лист со смоковницы, ибо упился меч мой на небесах, вот для суда не сходит на едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре, и большое заклание в земле эдома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион, И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будут восходить дым ее, и будет от рода в род оставаться опустелою, Во веки веков никто не пройдет по ней, и завладеют ею пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее. И будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов, и звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать ночное привидение и находить себе покой. Там угнездится летучий змей, будет класть яйца и выводить детей, и собирать их под тень свою. Там и коршуны будут собираться один к другому. Отыщите в книге Господней и прочитайте. Ни одно из сих не применит прийти, и одно другим не заменится. Ибо сами уста его повелели, и сам дух его соберет их. И сам он бросил им жребий, и его рука разделила им ее мерою. Во веки будут они владеть ею, из рода в род будут жить на ней. Глава тридцать пятая Возвеселится пустыня и сухая земля, и возрадуется страна необитаемая, и расцветет, как нарцисс. Великолепно будет свести и радоваться, будет торжествовать и ликовать. Слава Ливана дастся ей. Великолепие Кормила и Сарона. Они увидят славу Господа, величие Бога нашего. Укрепите ослабевшие руки и утвердите колено дрожащее. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог ваш придет от мщения. Воздаяние Божье, Он придет и спасет вас. Тогда откроются глаза слепых, и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь. Ибо пробьются воды в пустыне и в степи потоки, и превратится призрак вод в озеро, и жаждущая земля в источник вод. В жилище шакалов, где они покоятся, будет место для тростника и камыша. И будет там большая дорога, и путь по ней назовется путем святым. Нечистый не будет ходить по нему, но он будет для них одних. Идущие этим путем даже и неопытные не заблудятся. Льва не будет там, и хищный зверь не взойдет на него. Его не найдется там. Там будут ходить искупленные. И возвратятся, избавленные Господом, придут на Сион с радостным восклицанием, и радость вечная будет над головою их. Они найдут радость и веселье, а печаль и воздыхание удалятся. Глава 36. И было в четырнадцатый год царя Иезекии, пошел Сенахирим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иудеи, и взял их. И послал царь Ассирийский из Лохиса в Иерусалим к царю Иезекии Рапсака с большим войском. И он остановился у водопровода верхнего пруда на дороге поля Белильничева, и вышел к нему Елиаким, сын Хелкиин, и начальник дворца Исевна, писец, Иоах, сын Асафов, дееписатель. И сказал им Рапсак, скажите, Иезекии, так говорит царь Великий, царь Ассирийский, что это за упование, на которое ты уповаешь? Я думаю, что это одни пустые слова, а для войны нужны совет и сила. Итак, на кого ты уповаешь, что отложился от меня? Вот, ты думаешь опереться на Египет, на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет тому в руку и проколет ее? Таков фараон, царь Египетский, для всех уповающих на него. А если скажешь мне, на Господа Бога нашего мы уповаем, то на того ли, которого высоты и жертвенники отменил, Езекия, и сказал Иуде и Иерусалиму, пред всем только жертвенникам поклоняйтесь. Итак, вступив в союз с господином моим, царем Ассирийским, я дам тебе две тысячи коней, можешь ли достать себе всадников на них? И как ты хочешь заставить отступить вождя, одного из малейших рабов господина моего, надеясь на Египет, ради колесниц и коней? Да разве я без воли Господней пошел на землю сию, чтобы разорить ее? Господь сказал мне, пойди на землю сию и разори ее. И сказал Елиаким и Севна и Иоах Рапсаку, говори рабам твоим по-арамейски, потому что мы понимаем, а не говори с нами по-иудейски, слух народа, который на стене. И сказал Рапсак, разве только к господину твоему и к тебе послал меня, господин мой, сказать слова сии? Нет, так же и к людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и пить мочу свою с вами. И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски и сказал, слушайте слово царя великого, царя Ассирийского, так говорит царь, пусть не обольщает вас Езекия, ибо он не может спасти вас. И пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, не будет город сей отдан в руки царя Ассирийского. Не слушайте Езекии, ибо так говорит царь Ассирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне. И пусть каждый ест плоды виноградной лозы своей и смоковницы своей, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Да коли я не приду и не возьму вас в землю такую же, как и ваша земля, в землю хлеба и вина, в землю плодов и виноградников. Итак, да не обольщает вас Езекия, говоря, Господь спасет нас. Спасли ли боги народов, каждый свою землю от руки царя Ассирийского? Где боги Ямафа и Арпада? Где боги Сепарваима? Спасли ли они Самарию от руки моей? Который из всех богов земель сих спас землю свою от руки моей? Так неужели спасет Господь Иерусалим от руки моей? Но они молчали и не отвечали ему ни слова, потому что от царя было дано приказание — не отвечайте ему. И пришел Елиаким, сын Хелкиин, начальник дворца, и Севна-писец, и Оах, сын Асафов, дееписатель Кезекии, в разодранных одеждах, и пересказали ему слова Рапсака. Приветствую вас, уважаемые слушатели! У микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 204-й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Отрывок для чтения на сегодня — книга пророка Исаии, главы с 33 по 36. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле — «Благая весть в Библии». В 34-й главе книги пророка Исаии описывается Божий суд над Едомом, и в этом описании раскрывается смысл слов, которые обыкновенно в русском языке ассоциируются с бесконечностью. К сожалению, искушение понимать Священное Писание исключительно сквозь призму своего собственного родного языка приводит к искажению смысла библейского текста. И потому нужно удостовериться, что используемые в Священном Писании термины мы понимаем сквозь призму в первую очередь самого Священного Писания. Именно такому вопросу будет посвящена сегодняшняя беседа. В самом начале, в 34-й главе, в стихах с 5 по 7-й мы прочитаем Божий вердикт. «Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Едом и на народ, преданный мною заклятию. Меч Господа наполнится кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в вассоре и большое заклание в земле Едома, и буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточнеет от тука». Во-первых, давайте вспомним, что такое Едом. Впервые с этим словом в Библии мы встречаемся в 25-й главе книги Бытие, стихи 29-30. «И сварил Иаков кушанье, а Исаф пришел с поля усталый, и сказал Исаф Иакову, «Дай мне поесть красного, красного этого, ибо я устал». От сего дано ему прозвание Едом. Итак, Едом — это второе имя Исафа, брата Иакова, близнеца. Исаф рождается у патриарха Исаака, имеющего обетование от Господа, об особой роли в духовном обогащении мира. Однако этот эпизод с чечевичной похлебкой показывает, что Исафу неинтересны духовные ценности. Он пренебрегает первородством, которое включало в себя священческие права. Далее слово «Едом» мы встречаем в 32-й главе книги Бытие в 3-м стихе. «И послал Иаков пред собою вестников к брату своему Исафу в землю Сеир в область Едом». Здесь, как мы находим, словом «Едом» обозначается местность в земле Сеир. Это местность в 36-й главе книги Бытие в стихах 6-го по 9-й, и причина, по которой там Исаф оказался, описывается так. «И взял Исаф жен своих, и сыновей своих, и дочерей своих, и всех людей дома своего, и стада свои, и весь скот свой, и все имение свое, которое он приобрел в земле Ханаанской, и пошел в другую землю от лица Иакова, брата своего. Ибо имение их было так велико, что они не могли жить вместе, и земля странствования их не вмещала их по множеству стад их. «И поселился Исаф на горе Сеир, Исаф, он же Едом. И вот родословие Исафа отца Идумеев на горе Сеир». Мы узнаем отсюда, что область Едом — это гористая местность. Исаф поселяется в горах. Вот как об этой местности говорит пророк Авдий в 1-й главе, в первых четырех стихах. Так говорит Господь Бог об Едоме. «Весть услышали мы от Господа, и посол послан объявить народам, вставайте и выступим против него войною. Вот я сделал тебя малым между народами, и ты в большом презрении. Гордость сердца твоего обольстила тебя. Ты живешь в расселинах скал на возвышенном месте, и говоришь в сердце твоем, кто не зеленит меня на землю. Но хотя бы ты, как орел, поднялся высоко и среди звезд устроил гнездо твое, то и оттуда я не зрину тебя, говорит Господь». Описывая топографию местности проживания потомков Исафа, Авдий говорит «в расселинах скал на возвышенном месте». Это очень точное описание. Сегодня это место называется Петра, от греческого слова «скала». Сегодня город расположен на территории Иордании, на высоте более 900 метров над уровнем моря и 660 метров над окружающей местностью, долиной Аравы. Вся ее площадь составляет 60 квадратных километров. В долину можно пройти через ущелья, расположенные на севере и на юге, тогда как с востока и запада скалы отвесно обрываются, образуя естественные стены до 60 метров в высоту. В древности основной вход в город пролегал с восточной стороны. Через него и современные ученые, и туристы попадают в древнюю столицу. Итак, Едом — это обозначение горной местности, где жили потомки Исава. Едомляне — это родственный евреям народ. Почему же Господь решил их наказать? В 34 главе книги пророка Исаия читаем 8 стих. «Ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион». Итак, Едом наказывается Господом за Сион, за израильтян, за грехи против своих родственников. В Библии описан целый ряд преступлений едомлян против израильтян. Напомним, первое из них. 20 глава книги числа, стихи с 14 по 21. «И послал Моисей из Кадеса послов к царю Едомскому сказать, так говорит брат твой Израиль, ты знаешь все трудности, которые постигли нас. Отцы наши перешли в Египет, и мы жили в Египте много времени, и худо поступали египтяне с нами и отцами нашими. И воззвали мы к Господу, и услышал он голос наш, и послал ангела, и вывел нас из Египта. И вот мы в Кадесе, городе у самого предела твоего. Позволь нам пройти землею твоей, мы не пойдем по полям и по виноградникам, и не будем пить воды из колодезей твоих, но пойдем дорогою царскую, не своротим ни направо, ни налево, доколе не перейдем пределов твоих». Но Едом сказал ему, не проходи через меня, иначе я с мечом выступлю против тебя. И сказали ему сыны Израилевы, мы пойдем большою дорогою, и если будем пить твою воду, я и скот мой, то буду платить за нее, только ногами моими пройду, что ничего не стоит. Но он сказал, не проходи, и выступил против него Едом с многочисленным народом и с сильной рукою, и так не согласился Едом позволить Израилю пройти через его пределы, и Израиль отошел в сторону от него. Это всего лишь один из эпизодов, описывающий характер этого народа, которому Господь сейчас в пророчестве Исаии объявляет приговор о наказании. Вот как это наказание описывается в стихах 9 и 10 34 главы пророка Исаии. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою, не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». На первый взгляд в описании наказания все понятно. Непрекращающийся процесс наказания, смола, сера, горящая смола, день и ночь, вечная, из рода в род, во веки веков, все эти фразы рисуют картины горящего ада, который живет в сознании многих верующих. Однако тут же в следующих же стихах Исаия пишет, стихи с 11 по 13, «И завладеют ею, то есть этой землею, пеликан и еж, и филин и ворон поселятся в ней, и протянут по ней верфь разорения и отвес уничтожения. Никого не останется там из знатных ее, кого можно было бы призвать на царство, и все князья ее будут ничто. И зарастут дворцы ее колючими растениями, крапивою и репейником, твердыней ее, и будет она жилищем шакалов, пристанищем страусов». Итак, в тексте присутствует непоследовательность. Как могут расти растения, жить птицы и животные, если земля превращена в озеро огненное? Даже беглый анализ показывает, что для исполнения второй части этого приговора, первая часть не может означать непрекращающийся бесконечный процесс наказания. Речь, таким образом, идет об окончательности уничтожения, а затем о запустении, когда земля зарастет сорняками, и там будут жить животные вместо людей. Таким образом, такие слова, как «день и ночь», «вечно», «из рода в род», «во веки веков» не означают «бесконечно», они означают «навсегда», «навечно», «необратимо», они описывают не процесс, а последствия. Послушайте еще раз, как звучит Божье определение, 34 глава стихи, 9 и 10. «И превратятся реки его в смолу, и прах его в серу, и будет земля его горящую смолою. Не будет гаснуть ни днем, ни ночью, вечно будет восходить дым ее, будет от рода в род оставаться опустелою, во веки веков никто не пройдет по ней». Исполнилось ли это пророчество? Существует ли сегодня народ едом? Пророчество исполнилось, едома нет. Едом, согласно пророчеству Исаии, должен был исчезнуть в результате именно этого Божьего наказания, которое описывается словами, часто воспринимающимися как указание на непрекращающийся процесс, на бесконечность. Однако это пророчество исполнилось, и практически у каждого есть возможность посмотреть, каково состояние земли едома сегодня. Я был в Петре, видел реки, осизал прах, ходил по земле едома. Наказание Божье исполнилось, едомлян больше нет. Однако земля их не продолжает гореть. В Петре продают стеклянные бутылочки с прахом, пылью, песком, измельченными скалами той местности. Этот прах имеет разные оттенки, разные цвета. Потому из него изготавливаются рисунки с использованием разных цветов. По желанию выводится имя покупателей. Часть праха едома, того самого, который должен был бы гореть, как полагают некоторые бесконечно, находится у меня в офисе. И я не боюсь пожара. Благая весть сегодня заключается в том, что Священное Писание, во-первых, объясняет само себя. Нам следует его понимать в рамках его самого, а не сквозь призму нашей культуры или языка. Во-вторых, Бог — милосерд. Он не мучает грешников вечно. Его наказание окончательное, но не бесконечное. И это благая весть.